здравствуйте с вами Вячеслав Котляров а это мое необычное прохождение игры Morrowind в игре очень много секретов очень много тайн и мы попробуем за небольшой промежуток времени узнать как можно больше загадок и раскрыть как можно больше их как видите перемещаемся мы очень быстро дабы успеть в этом ролике показать максимальное количество всевозможных чудес быстро отправляемся к Кайкасадусу как мы знаем в каждой игре самый важный момент это скорость поэтому мы сейчас попробуем эту скорость быстро получить отправляемся на запад кальдеры обратите внимание на карте кальдера точнее на юго северо-запад идем дальше вот у нас ждет тут торговка многие знают старые игроки что у нее очень интересный подарок провожаемые куда она просит многие игроки конечно пытаются ее убить чтобы не провожать сразу ну в какой-то мере они правы потому что в данном поселке есть задание которое дается на эту торговку вот обратите внимание дневник дополнен за ее голову нам назначена награда идем дальше ну приготовим интересное заклинание усмирить гуманоиды так как я ее не собираюсь убивать так и общаемся с ней премии видите она сейчас пойдет на атаку но хитрое заклинание и она успокоилась идем дальше после скорости нам нужны естественно деньги поэтому мы направляемся гильдию мара мага в город велика вот и покупаем вот такие чудесные свитки многие спросят где взять начале игры столько золота этот вопрос я тоже отвечаю путешествуем в кальдеру золото на свитке имел ввиду здесь гильдии магов кальдеры обратите внимание на столе все необходимое для алхимии вот после этого мы направляемся гильдию магов города балмары и тут очень важный момент у торговца в продаже есть такой чудесный ингредиент причем он у нее никогда не заканчивается мы вкинули всего лишь 20 золотых и начинаем варить зелье создаем 10 бутылочек торговать обращаем внимание 20 золотых практически 400 золотых предложить то есть сами понимаете свитков можно очень много купить путешествуем дальше вот тоже на мой взгляд довольно таки интересный момент берем наш свиток довольно таки страшное оружие и подходим к стражнику атакуем его он нам предлагает заплатить золотом и предлагает заплатить 40 золотых платим ему берем следующий свиток берем следующий свиток и кастаем на него опять он просит заплатить 40 золотых по всей видимости он просит это сделать последний раз как видите он упал и ничего страшного не произошло но зато у него на карманах ценные вещи 12000 золотых булава кираса 7000 в игре очень мало торговца которые могут купить подобные вещи кстати давайте проверим как видите все тихо все спокойно в игре 2 есть очень мощных торговца один находится в кальдере поместье араков у этого чудесного ползуна на кармане 5000 золотых это небольшая сумма в игре есть еще один торговец путешествуем к нему этот торговец находится на восточном побережье на востоке от города вивик его многие игроки могли случайно просто убить так как этот торговец грязи краб торгуем с ним у него 10000 на кармане золото путешествуем дальше те кто играл skyrim извините уже встречал и там этого лжеца мы ему даем 10 золотых и узнаем много полезной информации даже сетевые игры можем узнать но мы узнаем о святыне баэты и путешествуем к ней вот это святыня глубоко под водой дает нам задание находится она у нас на юге от нармока вот выполнившие это задание можно получить в подарок вот такую чудесную золотую марку очень мощный меч за не выполняется не сложно идем кальдеру находим там скульптора он просит принести книгу нам мы отправляемся в город вивик и покупаем необходимую книгу когда статуя будет построена мы получим подарок этот дорогой и мощный артефакт вот этот кстати скульптор идем дальше какой еще способ есть зарабатывать гуманным способом деньги в этой игре зачарование но для этого нам нужно мощное оружие но предварительно мы естественно прокачали за вырученные деньги умение владеть булавой общаемся с таким воином который просит у нас чтобы мы его убили мы соглашаемся его убить и получаем подарок вот такой чудесный меч умбры сейчас мы его протестируем камни душ естественно должны быть сумки кого стоит версия трибунала те могут камни душу торговца покупать неограниченном количестве а перед зачарованием нужен персональный камень как видите богини азура точнее статуя дает нам тоже квест на восток вот вивика вот после выполнения квеста вы получите звезду азуры квест несложный главное не ошибиться в игре есть самая дорогая книга стоимость ее составляет 50 тысяч золотых сейчас я вам покажу где эта книга находится азура сейчас да расскажет нам что она конкретно хочет дневник дополнится и мы отправимся дальше так как предварительно изучавший таким образом мир и обратил внимание что если дневник не дополняется иногда происходят незначительные повреждения вот дневник дополнен направляемся смотреть где же это дорогущая книга игры вот обратите внимание 50 тысяч золотых рукопись находится она на запад от даганфела в хижине лейеллы так теперь все таки мы должны наверное испытать наш чудесный меч с помощью зачарования можно зарабатывать большое количество денег в игре главное чтоб камни душ были убили крысу 100 голды убили алита 200 голды такой противник у нас подтянет на 4000 голды самые дорогие противники камни душ заполняют на 80 тысяч золотых с помощью этого камня можно накладывать на оружие или на доспехи постоянный эффект и вот еще тоже на 80 золотых тянет но самые дорогущие рекордсмены это конечно вивик обратите внимание 5 миллионов и алмалексия которая еще будет дороже семь с половиной миллионов идем дальше тут наш ты чает мехрун да вот он также нам даст необычное задание найти его можно на западе от альтвеллати вот подарок он даст бритву мехруна предлагает желая проверить себя соглашаемся идем дальше путешествуем еще одно святилище здесь нас ожидает старый знакомый старый добрый знакомый наш шигарат он тоже даст необычное задание находится наш шигарат в вивике округ святого делина подземелье после выполнения задания для шигарата мы получаем копье горькой милости вот видите с нами шаграт тоже общается идем дальше еще одно святилище тут нас уже встретит молокат который также за выполнение его задания дает шлем медвежьего когтя где его можно найти также на западе от даганфелла важный дополнен идем дальше путешествие арена здесь на арене скрытой области арены можно присоединиться гильдии коммунотонг но без присоединения тарас даст нам задание на отравление одного жителя мы берем это задание и отправляемся в дом жителя это балмора в доме жителя находится вот такой котел вложим туда яд дело сделано и мифела дает нам подарок после выполнения этого задания кольцо хаджида идем дальше подходим к заключительной части нашего небольшого сериальчика если вдруг игроку не повезло и он случайным образом заболел вампиризмом не беда находим малах бала он у нас на севере от сурана и он дает нам задание после которого наш герой излечится от вампиризма диалоговые окна не дают показать насколько герой сейчас страшно выглядит но когда они пройдут мы попробуем увидеть здесь как видите стеклянный шлем стеклянная алебарда ауди рары на кармане тоже очень дорогая булава 12000 так выполняем быстро задание причем обращайте внимание очень быстро не дополнен и из нашего вот такого страшного героя по логике должен стать снова нормальный человек все в порядке дневник дополнен мы излечены вот небольшой обзорчик надеюсь продолжение будет с вами был Вячеслав Котляров спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание